11.03. На моих ноутбуковских, наверное, мы уже собрались, все, кто хотел, и давайте приступим. Ну, вообще, данный вебинар у нас называется «Пишем план информационного моделирования», и ближайшие полчаса, наверное, на эту тему и хотелось бы поговорить, может быть, даже что-то обсудить в рамках такого виртуального диалога. У меня небольшая просьба, сейчас я запущу небольшой опрос, чтобы понять, какой уровень скиллов аудитории у вас, как он распределяется, чтобы понять, кто у нас здесь присутствует. Сейчас, по идее, у вас даже должен появиться такой небольшой вопросник, на нем можно ткнуть один из вариантов ответа, и нажав его, то есть мы сейчас поймем, какое у нас перераспределение участников в нашем вебинаре. Так, вот у нас 66%, 76% проголосовало. Значит, тут три вопроса, используем BIM, внедряем BIM и не используем BIM. Соответственно, сейчас поймем, какой у нас процент распределения матерых BIM-овцев, начинающих, и тех, кто вступает на эту тернистую тропу под названием информационное моделирование. Так, значит, голосование у нас завершено, как мне его теперь продемонстрировать, сложно сказать. Я вам тогда сейчас такой небольшой скриншотик сделаю. Скрин. Так, вот, по идее, сейчас должен быть виден мой экран. И вот процент распределения у нас сейчас следующий. То есть из присутствующих на вебинаре 15% это те, кто использует информационное моделирование. Они уже устали от написания планов информационного моделирования, либо BIP-ов. 15% BIM не использует, но знания могут пригодиться. И 69% у нас внедряет BIM, скоро предстоит написать. Вот, отлично. Тогда мы будем в первую очередь ориентироваться на тех, кому скоро предстоит написать. То есть вы сейчас думаете, планируете, да, как это вам сделать. Давайте поступим следующим образом. Посмотрим на нормативные документы. То есть у нас вот план реализации проекта информационного моделирования, или BIM, либо BEP. Впервые появился в отмененном, но я уверен, что скоро он появится среди нас в СП, либо в виде ГОСТа на информационное моделирование. И многие здесь растут из, наверное, английской и американской методики с BIM, National BIM Standard, Национальный BIM Standard Соединенных Штатов и UK, BIM протокол. То есть вот там в начале 2010-х появились первые шаблоны BEP, которые примерно и, наверное, определили тот состав, то содержимое, которое сейчас подразумевается в документ под названием план информационного моделирования. Так, можно еще раз, я не уверен в том, что вы нормально видите мой экран, поднимите ручку или плюсик напишите, что вы видите трансляцию моего экрана. Вот, надо квиз закрыть. Минус, минус, плюс, плюс. Ага. Все отлично. Это я, наверное, не закрыл опрос. Значит, и чувства не подвели. Надо спросить. Теперь видно. Отлично. Спасибо большое за обратную связь. Я что сделал? Я открыл СП. Наш любимый СП на BIM. СП-333 от 2017 года перешел на седьмую страницу. И СП рекомендует нам в проектах с применением информационных моделей формировать документ, который называется план реализации. И у него есть минимальный состав и при необходимости там дополнительный состав. Вот минимальный состав, описание проекта, цели, задачи, стадии реализации, состав разделов, применяемые стандарты, применяемые ПО, уровни проработки, требования к результатам, роли и функции, структуру СОД. Вот такие какие-то минимальные наборы, которые есть. Но на самом деле, если вы хотите написать PIM, который будет работать, относитесь к нему как к документу, устав выполнения проекта информационного моделирования, как к уставу, который описывает и стандарты, и требования, которые должны снизить какие-то риски. То есть представьте, что, допустим, сейчас вы находитесь в начале вашего проекта, но проходит 8-9 месяцев, и у вас полная задница с проектом, вы сидите, анализируете, что же произошло. Вот с таким, скажем так, с такой попыткой видов будущего, собственно, и нужно пытаться написать план информационного моделирования. То есть он должен с собой снизить технические либо организационные риски, которые могут возникнуть у вас в проекте по возможности, и свести их к нулю для того, чтобы довести процесс до нормального логического завершения. Вы не представились, Ольга Старосельцева. Спасибо, Ольга, за напоминание. Мистер Икс, который вам сейчас вещает. Меня зовут Бектимиру Константин, я являюсь техническим директором компании PSS Great Tech. Прошу прощения, что как бы начал не по плану выполнения вебинара, наверное, да, а перешли сразу к делу. Ну вот, наверное, теперь это, теперь вы знаете, кто я, и я буду продолжать. На нашем вебинаре мы посмотрим пару планов информационного моделирования, которые мы разрабатывали в свое время. Это, по-моему, еще 2013-2014 год. Посмотрим, как они были сделаны, на что мы туда писали. И из этого сделаем выводы о том, что туда может быть включено. Итак, что я еще хотел сказать. То есть план информационного моделирования – это устав. Его задача – это максимально снизить технические и организационные риски, которые могут возникнуть в проекте. Дальше. План информационного моделирования, его содержимое зависит от того, для каких задач вы используете информационную модель в проекте. То есть сейчас мы рассмотрим пару BEP-ов, PIM-ов, целью информационного моделирования которого являлась разработка информационной модели на основе исходных данных, то есть на основе документации, которую предоставлял заказчик. Если план информационного моделирования включает в себя проект уже фэншуйного проектирования, скажем так, то есть когда BEP регулирует процесс создания модели и формирования проектной продукции из этой модели, это уже немножко другая задача. То есть он должен быть заточен на требования этого именно процесса. Если план информационного моделирования заточен уже на этап SMR, где у нас есть создание плановой 4D модели, где есть фиксация и приемка, то в данном случае план информационного моделирования заточен на задачи, связанные с требованием к сборной модели, к требованию к MS-проджекту, если он применяется в данном проекте. То есть нет универсального PIM, вот здесь там как бы описан минимальный план состава, потому что SP должен как бы охватить все возможные этапы жизненного цикла, но надо понимать, что все зависит от того контекста, который у вас в вашем проекте сейчас используется. То есть если вы хотите написать план информационного моделирования, сначала подумайте, какие особенности проекта у меня есть, и ответьте себе честно на вопрос, а какие вообще меркантильные, сакральные цели мы преследуем от применения информационных моделей в нашем проекте. То есть если мы не знаем конкретно, вот нафига мы сейчас здесь моделем, и для чего это нам нужно, то на самом деле и там никакой PIM особо не поможет вам доснинуть этих целей. То есть если, допустим, вы знаете, то уже от этого можно прыгать. Ну вот я приведу пример. Взгляд, допустим, заказчика на информационную модель, взгляд заказчика на информационную модель. Заказчик хочет себе сократить время и повысить точность выгрузки ведомости объемных работ. И дальше уже эту информацию отправить на следующие этапы жизненного цикла инвестиционного проекта, там на 4D, план факт и так далее. То есть вот такая задача. Я хочу выгружать ведомости объемного работ с использованием модели. Ага, то есть вот что мне для этого нужно сделать. Во-первых, смотрим на контекстную ситуацию, то есть как выглядит с точки зрения юридических всяких особенностей этот процесс. То есть проектировщик предоставляет, в первую очередь, комплекты рабочей документации, если мы на этапе RD это выгружаем, либо хорошо детализированную проектную документацию, на основе которой БТО заказчика, либо другие службы осуществляют выгрузку непосредственно ведомости объемов работ и дальнейшее ее использование на тендере и в дальнейших каких-то задачах. Значит, какую цель первую должен преследовать заказчик? Если он хочет, чтобы информационная модель давала ему адекватные цифры по вору, ему нужно обеспечить соответствие юридической значимой документации и информационной модели. То есть первая задача, которую должен достигнуть заказчик, это чтобы все спецификации основные, все графические и текстовые основные документы выпускались из информационной модели. Если они выпускаются из информационной модели, значит этой модели можно четко доверять. Потому что, допустим, если мы что делаем? Если проектировщик выдает вам проектную продукцию, потом по этой проектной продукции поднимается модель, вы никогда не получите соответствия четкого ведомости объемов работ, вручную рассчитанную на основе спецификаций и в проектной документации, того, что вы выгружите из информационной модели. И сразу возникнет вопрос, о чему доверять? Конечно, вы будете доверять документам, юридически значимым, которые имеют синюю подпись и которые в плане реализатора инвестиционного проекта являются двигателем этого проекта. Поэтому заказчик, если хочет получить вор ведомости объемов работ, что он делает? Ему первое, что нужно обеспечить, чтобы спецификация выгружалась и в ведомости объемов работ. А чтобы это получить, то есть вот как раз первая цель применения BIM в проекте, то есть ему нужно добиться соответствия твердой копии и информационной модели. Тогда уже информационную модель можно крутить. То есть если вы проектная организация, то вы преследуете свои цели. Если, допустим, в вашем контексте нет заказчика, который там свои требования какие-то накидывает на задачи проекта, то проектная организация в первую очередь задача – это автоматизация и повышение эффективности своей деятельности. то есть применение BIM для первой автоматизации выпуска проектной продукции, затем максимальная унификация этих процессов, чтобы наработанные методики могли быстро и эффективно применяться в последующих проектах. То есть чтобы каждый новый проект, который вы делаете, максимально был унифицирован, за счет этого вы получите достаточно хороший результат. Вот. Если заказчик мы поговорили, там, если эксплуатирующая организация, то у вас уже свои там какие-то… Если вы там конечный потребитель продукции, то эксплуатирующая организация, то у вас свои цели. То есть, опять же, зависит от контекста. Допустим, если у вас применяется какая-то информационная система, поддерживающая BIM-модели по эксплуатации, там, Экодомус или Бимаксон, либо еще какие-то системы, то вы начинаете как бы выкручивать руки всем участникам, чтобы получить модель, которая по требованиям соответствовала бы этим системам, и вы могли бы их легко загрузить. Плюс ваша задача, как эксплуатирующая организация, это сократить сроки и трудозатраты на инвентаризацию. То есть это вы можете достигнуть каким путем? Путем, если аккуратненько в процессе выполнения всего этапа СМР, информация о фактическом статусе монтажа оборудования в объекте выполнялась бы на протяжении всего жизненного цикла. То есть вы в результате в конце получили бы модель, которая вот эту информацию для инвентаризации уже содержит и позволит вам сократить там существенно временные и ресурсные затраты на проведение инвентаризации. То есть все зависит от контекста, все зависит от конкретных целей, которые вы преследуете, и чем проще, чем меньше этих целей, тем понятнее уже вы будете, понятнее вам будет, как использовать информационный моделирование для достижения этих задач. Потому что все-таки создание BIM-моделей, использование BIM-моделей, это, на мой взгляд, процесс вспомогательный к основным целям бизнеса. То есть вот и BIM, он должен как бы обслуживать задачи заказчика, задачи участников процесса путем повышения прозрачности, повышения эффективности обмена информацией. То есть вот все, путем всех тех плюсов, которые дает использование модели. Вот, длинная-длинная преамбула. Дальше. Теперь давайте посмотрим на минимальный состав. То есть у нас есть документ, который у нас должен снизить наши риски. То есть первый риск организационный, который он должен снизить, это быстренько получить задачу, быстро вовлекать в проект, в процесс новых участников, которые придут. То есть вот приходит проектировщик, либо у проектировщика какой-то разработчик модели, либо проектировщик внутри проектной организации включается. Если бы это разные юридические лица, то есть приходит новое юрлицо, он должен понять основные моменты того, что происходит, что где лежит, как это называется, какая-то структура. Вот это одна из первых задач, на которые должен ответить ПИМ. И вот давайте посмотрим пару примеров плана выполнения ПИМ-проекта. Какой-то у нас, по-моему, 2013 год. Здесь цель создания модели. И, соответственно, то есть задача документа этого, вот приходит новый участник процесса создания информационной модели, то есть разработка здесь ведется в Ревите, то есть вот приходит новый участник, он должен понимать основную суть проекта, он должен понимать основные моменты и должен понимать какие-то нюансы, которые от него требуются в контексте основных задач. То есть задача сделать нормальную, адекватную информационную модель живого комплекса. Соответственно, здесь вот первая задача – это информация о проекте. И так как речь идет о каком-то конкретном проекте, человек, который увлекается, он увидит основное описание. Я здесь заменил всякими буковками реальные значения, чтобы не светить персональную информацию, циферки тоже немножко подкорректировал. Но к тому, что первая задача, которая решает план выполнения, это быстро ввести человека в курс дела, что у нас происходит. То есть он открывает, смотрит, так вот у нас есть проект, он находится там-то, по адресу такому-то, состоит из таких-то участков. Вот участок, там 4 секции, участок, так называется, там 3 секции, пошли там отдельные точки на каждом участке и так далее. То есть вот вся основная информация, которая нужна, скомпонована, она дает понимание о том, где там этот проект и как он выглядит. Либо вот другой проект. В зависимости от конфигурации, то есть тоже вкратце мы говорим, что, как находится, где. Вот эти картинки, на самом деле, в принципе, их можно даже от руки нарисовать. Задача PIMA – это просто быстро, оперативно донести человеку понимание, там, системы координаций, что находится в этом проекте. Все. Вот, потом следующее, то есть описание целей и задачи. Вот как раз здесь цели и задачи, их тоже здесь надо честно лучше описать. И не основные такие, как бывает, там, проект внедряем какой-нибудь 15 целей, таких светлых, повышение качества, там, повышение эффективности, там, ну и все дела. А именно конкретно цели и задачи применения информационных моделей, там, в данной задаче. У нас получается, вот если здесь открыть, вот, цели проектно-информационного моделирования, требования клиента. То есть модель состоится почему? Потому что заказчик хочет модель. Так, окей. Значит, но модель должна выпуститься в соответствии с СИРом и, там, определенным ТЗ заказчика. Основная задача какая? Выполнение первых секций в короткие сроки, там, там, СМР начинался. И анализ ошибок в модели и сравнение, там, их с площадкой. Вот так просто написано. То есть задача простая. Мы делаем модель, значит, эта модель должна сделать, нам быть в соответствии с определенными требованиями заказчика, чтобы он их принял. Обратить внимание, то, что надо порвать рубашку и сделать первые секции в короткий срок и выполнить анализ ошибок в модели. Здесь имелось в виду коллизии, а также междисциплинарного, проверка междисциплинарного взаимодействия. То есть простыми словами, объяснить, что надо. Если вы проектирующий, то есть нам нужно выпустить там комплект, там, рабочие документации и так далее. Так, я параллельно смотрю вопрос. Вы могли бы скинуть какой-либо самый простой пример плана реализации проекта из тех, что показывали. Напишите нам письмо, либо я вижу, кто это, мы как бы, я подумаю, что можно будет скинуть, почистить и скинуть. Я, наверное, конечно, какими-то материалами поделюсь, чтобы вы почувствовали нашу любовь. Вот. Поэтому сейчас пока что я проговорю, а потом уже там отдельно от вебинара мы там спишемся и обсудим эти моменты. Цели. То есть цели надо написать просто. Чем проще и понятнее, тем, как говорится, тем лучше. То есть прагматичные простые цели позволят вам достигнуть нормальных, адекватных результатов. И главное то, что они помогут одинаково понимать цели всем участникам, и все участники, понимая реально, что от них требуется, они смогут быть вовлечены и помочь вам, как руководителю, если вы там веб-менеджер, своими идеями, как эти цели достигнуть. Статия реализации вот плюс BIM-а это тоже такая тема, связанная с тем, что информационная модель ее большой плюс в том, что она может выдаваться по частям и она может разрабатываться путем там детализации сверху вниз. Там есть эти лоды там 200, 300, 400, 500, 600, 800 и так далее. А вот именно плюс информационной модели в том, что вы можете в стратегии разработки модели определить, как будет эволюционировать та модель, которую вы разрабатываете. Имеется в виду, что плюс вот Revit либо там допустим других BIM-систем заключается в том, что вы можете информационную модель делать сначала там с меньшим уровнем детализации, а потом либо детализировать все, либо сосредоточиться на каких-то участках. Ну вот пример там для проектной организации. То есть вы начинаете с этапа УТР, либо это в Москве АГР, либо у нас это АГО, в других городах это может быть концепция называется, то есть это этап получения согласования архитектурного сообщества, допустим, да, там вам что необходимо, там вам уже необходимо более-менее адекватное понимание квартирографии типовых этажей, если мы говорим о жилье, вам нужно очень адекватное примерное понимание фасадов, потому что вы с этим альбомом пойдете к главному архитектору, и в этом ему должно понравиться. вот, и для того, чтобы это сделать, вы начинаете думать, как вам адекватно применить BIM для этого этапа. При этом красивая визуализация может идти не из ревита, потому что не всегда он так хорош с точки зрения вкусных птичек, картинок и так далее, но вам, как, допустим, заказчик или как проектная организация, очень важно не попасть в просаг тем, что у вас, допустим, согласованы один вид посадов, а через какое-то время, когда вы начинаете разрабатывать планировки, вы понимаете, что посады у вас там поехали, и получается совсем не то, что было согласовано. И, ну, это может определенные последствия негативные вообще для проекта в целом потом повлечь. Поэтому нам нужно снизить технический риск, это технический риск. Каким образом? То есть мы думаем, так, у нас есть информационная модель в Ревите, допустим, мы ее умеем делать. Мы умеем ее делать упрощенно, с низким уровнем детализации, то есть не сосредотачиваясь на каких-то отдельных дверях, окнах, детализации, производителей, ручках и так далее. То есть сейчас что нам нужно сделать, это накидать планировки и сформировать комплект АГО, который себя включает во-первых визуализацию, рендер, птичку там какую-то и типовые планировки. И вот мы решаем, что так как мы эти типовые планировки планировки выполняем в Revit, так как мы птичку упрощенную модель делаем в 3D Max, то мы можем что сделать? Мы можем скоординировать две модели в Max из Max и из Revit и разрабатывая планировки в Revit и провести согласование такое визуальное между этими двумя моделями. То есть, по крайней мере, с композицией ограждающих конструкций, с положением и размером проемов оконных мы не прогадаем и соответственно мы обеспечим то, что у нас планировки выпущенные в рамках альбома будут соответствовать тому, что мы обещали главному архитектору построить на данном участке. То есть, такая простая задача, которая говорит, допустим, нам нужно выпустить нормальный комплект АГО. Мы ее начинаем раскручивать на то, каким образом информационная модель, инструменты информационной модели с этим делом нам могут помочь и отсюда у нас уже появляются так называемые сценарии, использования информационной модели для данной задачи. Тот же самый, допустим, пример самой простой коллизии, сводный план сетей. Сводный план сетей позволяет нам, зачем он нам нужен? Он нужен нам, чтобы снизить технические риски на этапе строительных монтажных работ. Проектировщик нужен для того, чтобы снизить количество листов авторского надзора и горячих ушей, то есть репутационных рисков всяких, связанных с этапом СМР и уже жалобным заказчиком и так далее. Все задачи, которые мы используем в модели, они должны иметь какие-то прикладные вещи в реальном мире, которые ценны бизнесу в первую очередь, то есть ценны проекту, ценны бизнесу и они бизнесу целиком эту пользу приносят. Далее, вот тут мы пойдем не по всем этапам, а вот структуру сот, это очень важная вещь, то есть мы сейчас поговорили о писании цели, честно ответили на цели, на то, что мы будем достигать. вот стадии реализации проекта это как раз хорошая штука, в которой мы описываем на каких этапах наша модель будет в каком виде представлена. я вот сейчас вот этот открою, тут есть такой небольшой пример, можно сформулировать такую задачу, процент выполнения по разделам, по этапам, то есть что имеется ввиду процент выполнения, то есть это не процент выполнения каких-то количественных элементов, а можно для себя по каким-то отдельным дисциплинам сформулировать понимание процента готовности либо статуса выполнения данной модели. Вот каким образом можно это сделать? 100% это у нас получается допустим комплект рабочей документации из моделей выпущен, при этом перед тем, как мы выпустили комплект рабочей документации у нас модель прошла этап вычищения коллизий, то есть у нас нету таких явных проблем взаимодействия с другими разделами, то есть это 100%. Допустим 5% это когда у нас есть в зависимости от дисциплины основные компоненты в модели, которые там характеризуют первый шаг. Ну первый шаг какой? Допустим если это инженерный раздел это канализация к примеру кубиками размещены предварительное размещение положения основного испомогательного технологического оборудования то есть допустим там прикинули где будут приямки примерно там кубикс где насос будет положили там где если у вас КНС если это канализация то предварительно там прикинули где будет КНС то есть вот модель раннего скажем так уровня детализации либо этапа уровня развития вот можно вот эти основные моменты прописать в виде процентажа и по-моему здесь у нас было было вот у нас были даже вот в одном из проектов мы разбили это дело на этапы типа этапы моделирования с точки зрения создания модели что нам необходимо вот какие-то вехи формирования модели сделать чтобы ее достигнуть с до конечного результата и вот написали там в данном случае была принята общая нумерация на самом деле мы могли просто для каждой дисциплины прописать вот те вехи развития модели которые мы видим предварительно прикинуть и может быть даже уже как раз каждую веху зафиксировать за определенные даты вот тогда у нас это реально будет хороший план предоставления информации тасков в данном случае мы там свое время раскидали этапы моделирования то есть элементы нулевого цикла несущий каркас стеновые панели внутренние перегородки корнодверные блоки кровля моделирование ограждения металлоконструкции и так далее потом пошли еще по инженерной системе по-хорошему это все нужно было разбить еще на отдельные секции чтобы в данной части сосредоточиться сначала на какой-то секции то есть потратить минимум времени на создание одной секции чтобы уже с этой секции могли начать разработку другие дисциплины и таким образом сдвинуть графики вовлечения в процесс разработки модели то есть перенести их на ранний этап поэтому стадии реализации проекта их можно описать таким образом в основном часто если это проект пишут такие основные стадии то есть вот у нас есть стадия П мы должны выйти в экспертизу к такому-то этапу потом часто выделяет стадию ведомости объема работ это когда у нас есть стадия П которая отвечает требованиям выхода в экспертизу но учитывая то что мы используем информационную модель и она достаточно детализирована больше для стадии П то есть это не только схема по 87 установлению но нечто большее это уже такой сводный план сетей получается у нас соответственно доработав данную модель мы уже приближаемся к реальному выпуску ведомости объемов работ которая является предварительным источником информации для проведения тендерных закупок на этап СМР и для проведения тендера на генподряд и потом обычно пишет этап РД параллельно СМР зачастую то есть вот так эти стадии реализации проекта описывают но конечно лучше если речь идет о создании информационной модели уже даже в этих этапах выделить отдельные реперные точки то есть чем больше контроллерных точек у вас будет тем более адекватное понимание здоровья проекта у вас будет ну это классическая тема то есть грубо говоря если стадия П это у нас сколько там допустим 8 месяцев допустим длится с комфортными с чашкой кофе и комфортными условиями поэтому эти 8 месяцев обязательно нужно разбить на какие-то отдельные этапы то есть ну во-первых можно пойти от календаря гипа там идет выдача заданий да то есть выдача заданий это значит модель по определенной дисциплине должна быть разработана в рамках информации которой достаточно для передачи как задания смежный раздел и вот уже непосредственно на этих контрольных точках можно это дело контролировать так тут руки подняты поехали дальше состав разделов проекта для ЦМ и ЦММ здесь обычно все идет достаточно просто состав разделов проекта ну то есть дисциплина или комплект или раздел обычно все делится по направлениям то есть строительная делится на архитектуру конструктив конструктив часто делится на металл или железобетон это связано с чем связано с тем что помимо требований предметных то есть скажем сутевых которые нам нужно сделать разработать КЖ которые нормативные документы нам предъявляют у нас есть еще одно такое обстоятельство и условия которые накладываются непосредственно самим софтом дело в том что нету там одной программы универсальный там суперкрутой который бы закрывало на сто процентов вообще все разделы там создание информационных моделей с проектированием и со всеми там индивидуальными нюансами которые там предъявляет соответствующая дисциплина поэтому бывает что очень часто бывает что для определенных моделирования и выполнения проекта там различных дисциплин применяют более предназначенные для этих целей инструменты что я имею ввиду пример вот у нас есть раздел км металл да и какие инструменты для разработки проекта км у нас там сейчас на рынке есть вот начну в ревите можно моделировать сейчас каждым там года он все лучше и лучше от автодеска это еще advanced steel и допустим есть tecla всеми любимая монстр для км вот либо там еще дополнительно какие-то другие инструменты которые могут эту модель разрабатывать просто я с ними не работал простите если я их не назвал и тут встает дилемма такая не дилемма наверное особенно допустим если вы занимаетесь промпроектированием то есть ваш проект это огромное количество металла площадок пахверков несущих колонн ферм то есть металл столько что просто голова идет кругом и с одной стороны там хочется вроде все делать на одной графической платформе но мы понимаем что здесь там с точки зрения металла надо идти на определенные допущения и получается что весь металл проще делать допустим в отдельной программном продукте допустим это advanced steel и это может также наложить определенный отпечаток не только на то что раздел км выпускается из advanced а может еще и наложить отпечаток на тот же аэс в том числе там какие-то могут быть маленькие лестницы могут быть там ограждения даже не могут они всегда там обычно бывают да и соответственно возникает вопрос ну и в том числе там архитект на часть и если весь комплект аэс пытаться выпустить допустим из ревита то получается что там часть мы вроде все хорошо там бетон сделаем там трубные блоки узлы вроде сделаем там проходки сделаем архитектурную часть там сделаем а вот если там возникнут вопросы по металлу начнутся там допустим стремянки по ГОСТу сделать пожарные если это запихнут куча ограждений то в ревит это можно сделать но это не будет так эффективно и производительно как допустим специализирован в том же свой отпечаток накладываются инструменты то есть мы понимаем что нам проще комплект аэс допустим раздербанить еще как бы на два комплекта допустим один будет там посвящен архитектурно-бетонной части один будет посвящен всему металлу весь металл мы вынесем еще в отдельный комплект и будем его моделить в адванс и таким образом мы получим повышение производительности вроде как бы с точки зрения состава рабочей документации мы нигде не потеряем там все равно скорее всего это будет отдельный лот отдельный подряд на выполнение этих работ поэтому вот такие нюансы тоже могут накладывать свой отпечаток на состав раздела проект но обычно по классике это все зайти турум бурум бурум вот они архитектурные решения конструктивные и так далее и обычно этим разделом всегда там задается какой-то шифр этот шифр потом используется в названиях этот шифр может применяться потом в классификаторах в кодах и так далее то есть вот в пиме эти моменты тоже необходимо отражать вот тот же самый шифр теперь отмечается в этих самых в папках структуре каталогов вообще классификаторы очень такая важная полезная вещь в любом проекте информационном моделировании я имею не только ввиду классификаторы там бим-компонентов или еще чего-то имею ввиду вообще вот принятые состав сокращений утвержденный который может применим в различных сущностях нашего проекта название папки название файлов свойствах которые однозначно дают нам понимание о том какой сутевой части этот компонент отходится так я сразу буду отвечать на вопросы поэтому над нормативным документом по которым бы создавалась модель минимальные требования для PR как модель можно развивать развивать по-разному я немножко вопрос не понял Дмитрий отсюда бы цена облилась на модель цена на модель ну вообще к вопросу цены на модель сейчас можно посмотреть на опыт Москвы там экспертиза в прошлом или позапрошлом году они выпустили московская экспертиза рекомендации по расчету ценообразования на выполнение проектных работ с использованием бим-модель но это правда на социалку вот план равно цена модели ну план определил требования к модели да но насколько они детализированы возможно тогда и стоимость модели можно было тоже принять но опять же модель это вспомогательный инструмент для решения наших задач то есть вот грубо говоря нам нужно что-то запланировать нам нужен инструмент мы можем это делать в экселе либо мы можем это применять в проджекте проджект нам даст определенные преимущества он сократит нам время он сократит допустим повысит эффективность а если мы там используем проджект сервер мы можем там сразу целую команду увлекать в планирование вот на БИМ на мой взгляд нужно смотреть именно так же то есть вот если вы можете какие-то цели проекта конкретные реальные достичь и повысить их эффективность либо сохранить риски за счет того что у вас используется 3D модель тогда вообще БИМ здесь имеет право быть так если разные разделы CIM выполнены в разных программных продуктах это не мешает их интеграции в единую модель вот это как раз как сказать палка о двух концах самый классный вариант использования БИМ это когда у нас одна графическая платформа это вообще круто с точки зрения разработки с точки зрения внесения изменений в информационную модель с точки зрения формирования сводной модели это может быть не так важно потому что если заказчик смотрит федеративную модель он может смотреть его вьювере пример вьювера это Navisworks либо второй пример вьювера это Solibri соответственно если заказчик смотрит комплексную модель то наверное ему не так важно в какой графической платформе это есть но если заказчик хочет более быть более глубоко погружен в процесс я вот приведу пример допустим мы используем BIM 360 для задач как среда общих данных она принадлежит заказчику но в ней проектная организация разрабатывает информационную модель если допустим она использует Revit то в BIM 360 мы получаем возможность не только крутить модели но и смотреть листы из Revit замечания приклеивать вообще получается очень хороший workflow когда речь идет о разных графических платформах то у нас возникнут дополнительные трудозатраты на сбор общей модели сводной мы получим возможность все равно получим возможность их просматривания но это не будет таким бесшовным процессом но с другой стороны можно сказать что ребята нет мы все делаем в Revit и мы реально просядем на том же КМ по полной программе то есть мы не сможем тот объем ножа допустим для крупного цеха перелопатить за короткий срок с выпуском рабочей документации узлов и так далее с применением Revit здесь к сожалению вот то о чем говорит Игорь про разные разделы ЦИМР про разные графические платформы то есть обычно OpenBIM так называемый обмен через EFC либо через нейтральные форматы он очень часто встречается и он определяется в первую очередь тем что у нас во-первых в проекте могут использоваться различные юридические лица компании которые используют свой софт и надо их женить и второй случай когда используется когда есть отдельные программные продукты которые позволят достигнуть цели в указанные сроки и у вас нет другого выбора кроме как так использовать это ПО здесь тогда хочешь не хочешь применять данные решения на но если вы одна комплексная проектная организация которая имеет возможность допустим все перевести на одну графическую платформу допустим на ревит здесь просто нужно оценивать риски либо сравнивать ваши потери от того что вы не будете применять какие-то специализированные решения для отдельных разделов то есть это в первую очередь такое решение нужно для слаботочных систем и для электрики принять потому что ревит с точки электрических слаботочных систем и наши нормативки он как бы не заточен под наш рынок на 100% но с другой стороны есть альтернативные решения которые в первую очередь заточены под наш рынок выполняют расчеты имеют допустим библиотеки производителей соответственно но с точки зрения там трехмерной модели там не скажем не на 100% могут это реализовать всегда нужно принимать решение что для вас более важное и что более эффективно для проекта такое решение вы уже сможете принимать когда получите первый опыт первых двух проектов первые две грабли делают свое дело вот и тут вот еще в чате хороший комментарий был один проект одна версия модели да вот это очень распространенная практика то есть если у вас стартует крупный проект во-первых обязательно чтобы версия модели была выровнена для всех участников и обязательно потом желательно даже не желательно скорее больше обязательно чтобы до конца проекта вся разработка выполнялась в этой одной версии программного обеспечения то есть это на самом деле не только для строительства характерно это характерно и для машиностроения то есть если там крупный МФГ проект там как он технологического оборудования стартует то в инвентаре допустим 2019 то его доводят всегда обычно в этой же версии программного продукта чтобы какие-то возможные проблемы риски конвертации перехода новую версию не остановили проект вот сейчас я знаю допустим часть проектов вот у нас до сих пор идет в 2018 ревите потому что они стартовали в нем и соответственно версии платформ да вот Дмитрий правильно всегда нужно прописать вот пример это вот еще старенький план эти просто программные продукты но на самом деле здесь еще такой важный момент пиме особенно если вы заказчик вот если вы напишите тут у нас часто был опыт того что проектной организации им не нравится формулировки вот этого пункта версии программного обеспечения потому что заказчик не может скажем так навязывать проектной организации в чем работать потому что это другое юридическое лицо поэтому данные пункты лучше трактовать в версии формата да то есть допустим архитектурная модель представляется в формате скривит 2014 все в чем ты там как бы ее разрабатываешь не разрабатываешь это уже как бы не зона ответственности там допустим бим-менеджера проекта либо там какой-то заказчика но вот именно предоставление в среду общих данных должно быть вот в этом формате значит дальше 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 скажите пожалуйста вот сейчас пишутся вопросы в чат чат виден всем или это правило чат между автором между мной и коллегами которые пишут там по идее у вас должна быть возможность чат не видно да а значит это go to go to вебинар окей тогда я буду зачитывать вопросы из чата отвечать на них вот Дмитрий не согласен с моей последней фразой по поводу версии программного обеспечения наверное мы сейчас дискутировать не будем потом можем отдельно это дело обсудить так Ольга прикинуть примерную процентов этапов для определения процентов выполнения от общего проекта вот это вообще хороший вопрос это вообще такой классная тема для любого проекта это вот правильное определение каких-то ключевых точек понимание где мы находимся это вообще действительно очень важный момент и если его правильно сформулировать то задачи по скажем так здоровью проекта можно сформулировать в некие простые процентовки цифры эти цифры можно уже нести руководителю куратору проекта и получать административный ресурс на его дальнейшее движение вот поэтому как прикинуть процентовки выполнения проекта информационного моделирования с точки зрения проектирования да вот с каких с каких сторон здесь подойти ну во-первых у нас есть требования к модели к конечному результату там сети лоды да там с точки зрения лоди там можно с одной стороны там примерно прикинуть там какой уровень проработки должен быть модели но на мой взгляд процентовку по разным дисциплинам нужно определять путем определения каких-то реперных точек определение реперных точек часть из них это определяется там этапами проекта то есть выдача заданий вот допустим вот если вы проектная организация у вас наверняка если еще до BIM было есть план реализации вообще проектирования в котором определены этапы выдачи заданий между дисциплинами между разделами и какие-то определенные сроки то есть с одной стороны процентовку можно привязать вот к этим точкам передачи потому что в чем прикольно использование информационной модели в данном процессе потому что выдача заданий в BIM это такая получается двойная порука для того чтобы одна дисциплина выдала полноценное задание другой дисциплины с использованием модели то эта модель должна содержать то минимально необходимое количество объектов информации и компонентов которые необходимы для работы в следующей дисциплине ну то есть пример допустим для того чтобы начинать работу инженерному разделу допустим разделу вентиляции или ВК первое что им нужно это получить строительную подложку упрощенную то есть без пирогов стен просто накиданные стены с их предполагаемыми толщинами заданные заданные помещения их наименования заданные основные нагрузки на помещение если они для них требуются то есть вот это первое такой драфт исходных данных который необходим для разработки разработки инженерного раздела тут получается что если уровень разработки недостаточен с точки зрения архитектуры нет помещений либо не хватает нагрузок то тут получается контроль то есть обратная связь идет со стороны потребителя этой информации то что этой информации недостаточно и вот сторона инициирующая передачу модели она как бы под нее подстраивается и вот я бы в первую очередь допустим первые 70 процентов раскидал по этим этапам еще 30 процентов готовности самой информационной модели оставил на вопросы проверки качества то есть процентов 15 я бы оставил на решение вопроса то есть модель не содержит критических коллизий еще 15 процентов это атрибутивный состав модели ее структура частота соответствует требованием технического задания заказчика либо требует внутренним каким-то требованием именно по самой информации то есть 15 процентов поставить на базу данных на качество базы данных вот состав разделов проекта для и цем получается это в первую очередь наш классический состав комплектов рабочей документации на которые может отложить отпечаток уже непосредственно программные продукты которые используются для разработки тех или иных разделов вот применяемые стандарты и регламенты по информационному моделированию здесь указывается значит ссылки если есть у вас ТЗ либо ЕИР либо СИР который описывает основные требования стандарты и регламенты по БИМ вашей организации то есть обычный регламент это кто и как создает модель как инфицируется проект куда файлы сохраняются и так далее применяемые программные обеспечения это мы поговорили требования к уровню проработки элементов цифровых моделей это уже соответственно уровень детализации то есть он может быть описан лот но на самом деле есть такой подход какой что уровня детализации должно быть достаточно для реализации такой прагматичной задачи для которой модель применяется вот то есть допустим если у нас идет задача выпуск комплекта рабочей документации по разделу то соответственно если это инженерный раздел в модели должно быть достаточно объектов для формирования сводной заказной спецификации должно быть достаточно элементов для того чтобы показать план и для того чтобы показать изометрические схемы то есть если у нас как бы цель чисто выпуск рабочей документации если у нас задача стоит не просто выпуск рабочей документации но и анализ коллизии междисциплинарных пересечений, то здесь у нас накладывается еще одно требование, которое мы должны реализовать. То есть мы должны, допустим, в арматуру вгрузить зоны обслуживания и запретные зоны, которые должны нам помочь на этапе поиска коллизии определить возможные технические риски при взаимодействии различных дисциплин сводного плана инженерных сетей. Требование к уровню проработки – это отдельная тема, потому что это всегда такая достаточно субъективная вещь. И самый хороший способ – это когда в начале проекта между исполнителем и заказчиком сначала идет просмотр всех этих таблиц, согласований, формирование каких-то компромиссных решений по разногласиям. То есть когда и та, и другая сторона предварительно проговаривают, что они хотят видеть в информационной модели, что они будут моделить, что они не будут моделить, и, соответственно, чтобы всем сторонам было одинаково понятно написание тех таблиц, слодов, которые обычно пишутся в модели. Требования к результатам – это то, что мы должны получить в результате. Либо это информационная модель, либо это информационная модель с zero collision, с минимальным количеством критических коллизий, либо это комплект рабочей документации, выпущенной из информационной модели, либо это ведомость объемов работ, выпущенная из информационной модели. То есть вот конкретный результат, к которому мы стремимся, и ради чего мы применяем информационную моделирование. То есть он хорошо там с целями и задачами. Рули и функции участников – это тоже такая важная вещь. Хорошо еще очень впим все контакты участников, критически важных для процесса информационного моделирования добавить, чтобы избежать потери времени при коммуникациях между участниками, потому что коммуникация – это очень важная вещь. И структура SOT. Ну, вроде сегодня о ней не поговорили, но тема тоже очень важная, потому что среда выпущенных данных является фундаментальной вещью для любого процесса информационного моделирования, потому что когда мы говорим о модели, мы говорим о взаимодействии людей. О взаимодействии людей – это ссылки друг на друга, а ссылки друг на друга должны быть в определенной процедурах, в определенной структуре, чтобы сократить, избежать возможности потери данных. То есть среда общих данных может быть разная. То есть это может быть, и она построена может быть по-разному. То есть если вы проектная организация, у вас все дисциплины внутри, то вы можете ссылаться друг на друга по-живому. Это может быть либо там, если Revit – центральный файл, размещенный на сервере, либо это могут быть центральные файлы, размещенные на BIM-360. Если вы работаете в проекте, куда увлечены разные юридические лица, и они не готовы, скажем так, делиться текущей актуальной оперативной информацией друг с другом, то здесь вы уже вспоминаете почивший BS1-192, либо текущий ISO-19650, по-моему, как он называется, такая цифра, где у нас есть понятие Work and Progress, есть шары, где вы выкладываете пакеты информации от различных участников на общий доступ, и уже из этой среды либо ссылаетесь прямо на эту среду, либо из нее копируете себе свою среду общих данных. То есть вот эти процедуры взаимодействия, они тоже являются очень важными, их необходимо прописывать, потому что тема достаточно важная, и чтобы каждый из участников понимал, где он может найти нужную ему информацию. Среда общих данных – это достаточно полезная вещь. Вот. Ну, у нас сейчас уже заканчиваются наши вебинары. Я просто сейчас тогда быстренько еще пробегусь по плану выполнения BIM-проекта, который настроен, скажем так, на процесс просто создания модели на основе документации. То есть наша задача какая? Какая наша задача – выполнить модель на основе предоставленных исходных данных, и учитывая то, что у нас разные участники создают там одни и одинаковые разделы, нам нужно обеспечить унификацию методик разработки информационной модели. То есть вот прагматичная часть данного беба. Соответственно, на что это влияет? Это влияет на то, что нам, помимо того, что нужно вовлечь, то есть быстренько исполнителя входящего погрузить в основную суть проекта, нужно объяснить ему какие-то более глубокие требования непосредственно к самой среде моделирования, которую он должен выполнять. И, соответственно, здесь мы прописываем среду общих данных, что мы как храним, как мы называем файлы, затем какие мы видим там основные этапы, вехи разработки, то есть эволюции нашей информационной модели, потом мы говорим структуру взаимодействия, это уровень ссылок, как у нас ссылаются модели друг на друга, значит, ключевые участники проекта, это вот как раз фамилии, имена людей, которые участвуют, я их отсюда почистил немножко. Затем шаблоны проекта, это какой шаблон проекта БРА для того, чтобы начать разрабатывать свою дисциплину, потому что здесь мы, как мы хотим, чтобы там 5 человек, одну дисциплину сделали одинаково. Как это обеспечить? Обеспечить только так, сделать им общий шаблон, и в рамках этого шаблона еще установить определенные требования и правила, по которым они внутри этого шаблона работают. Соответственно, здесь мы пишем, где находится шаблон, как нужно готовить входящую документацию. Далее у нас очень важный момент координация, то есть на этом мы заостряемся подробнее, там пишем даже с картинками, чтобы, не дай бог, избежать какого-то недопонимания среди всех участников процесса моделирования. Потом рабочие наборы, то есть как мы называем рабочие наборы, чтобы обеспечить одинаковую структуру модели во всех файлах, которые предоставляются. Потом обязательно говорим про версии, говорим то, что не забывайте заполнить сведения о проекте, то есть в 90% случаев на это все дело забывается, пока начинаются листы оформлять. Но по-хорошему это должно быть сразу на первых этапах, чтобы нам понимать, что в данной модели у нас вообще содержится. Единица измерения, организация модели по видам. То есть вот тут на самом деле описаны все те моменты, которые сейчас уже в принципе добавляются в документы описания шаблонов. Документы описания шаблонов. В данном случае данный PIM еще 2013 года, тогда таких документов не было, и все как бы такое критично, критически важное для моделирования запихивались туда. Вот здесь и правила наименования уровней, как написано, как надо называть, как мы называем виды, какие группировки видов мы применяем. То есть если вы сейчас реют уже пользуете, там более чем полугода, то все эти моменты вам понятны, и скорее всего вы видели уже эти требования в описаниях шаблонов, то есть если вы их применяете. Там как мы экспортируем вид в Navis Wars, что нужно делать, что нужно установить, какие настройщики для FSC поставить, что не забывайте оси хранить. Пошли правила наименования семейств, типоразмеров. Потом с точки зрения стен, что ребята нам нужно как бы стенки моделировать отдельными, несущими и отдельно отделку. То есть вот все такие основные критичные моменты здесь мы прописали, указали, и при этом документ на самом деле, PIM, он является живым. То есть в процессе проекта всегда выясняются какие-то моменты, которые не упустили, и которые хочется как бы зафиксировать в то состояние, чтобы это было изначально. Вот, поэтому PIM обычно, или BEP, это документ, который живет, во-первых, в течение проекта, и он дополняется и корректируется в соответствии с какими-то уроками, которые мы получили в процессе выполнения проекта. Вот, то есть обычно там хороший PIM, это документ, который основан на горьком опыте ошибок и попытке не допустить. Так, Дмитрий говорит, почему заказчик не может навязывать программные платформы? Ну, это внутренний бизнес-процесс проектировщика, то есть заказчик может обязывать тот формат предоставления данных, которым он получает продукт. То есть он может требовать только в рамках границ проекта. То есть я имею в виду, что он может требовать следующее. Он может требовать, ребята, вот у меня есть BIM 360, вот работайте в нем, и в нем можете работать там в Revit 2019, в рамках данного проекта. Либо у меня, допустим, есть Volt, либо есть там Sharpoid, на который выкладываете версии, либо там есть Vitrocad, в который выкладываете в версии программных продуктов, чтобы в версии была Revit 2019 или Revit 20. Вот. То есть я в плане того, что именно вот в рамках вот таких вещей может требовать заказчик, а вот в рамках того, чтобы проектная организация, вы давайте там работаете в Revit, там проектируете, там 20-19 версии и так далее, здесь уже сложно. Да и сейчас очень часто возникают такие моменты в проектных организациях, особенно которые начинают использовать, сейчас прошу прощения, в проектных организациях, которые там BIM либо Revit применяют уже достаточно продолжительное время, за годы формируется уже своя стратегия разработки, свои методики, свои стандарты, и их изменить как-то или повлиять заказчику достаточно сложно, потому что проектная организация уже как бы у них там бизнес-процессы будут заточены. И вот как бы влезть вглубь бизнеса, влезть вглубь бизнес-процессов проектировщика, заказчик, ну, никогда не сможет. Он может только требовать какие-то выходные, выходную продукцию, которые идут, значит, с их стороны, со стороны проектировщика. Так, на какой мейл можно продублировать вам просьбу выслать пример плана реализации. Вы можете написать в наш общий ящик катсобачка.pss.spb.ru с комментариям, вебинар, пин, что-нибудь типа этого. И это все у нас дает. Значит, Дмитрий пишет, мы прописываем еще, если модель поднимается по документации, прописываем, из какой документации, что должно за модель, регулировать, и в каком лоде. Да, какие разделы, в каком лоде. И просто мы часто очень, помимо лоды, пишем какие-то комментарии. Вот, допустим, если это электрика, всегда важно писать комментарии, что мы делаем с проводами, что мы делаем с кабелями, что мы делаем с начинкой шкафов. Вот. Потому что, ну, такие вещи, все равно, там, формулировки лод, иногда тяжело приписать, но комментарии всегда очень полезны. Так, не затронутое описание по другим платформам Civil и план толстеет, и никто не читает его. Вот это хорошая вещь, хорошая тема поднятая. План толстеет, и никто не читает его. Вот я сейчас показал старенький добрый план 2013 года, но по-хорошему нужно, чтобы план был короче, его дефрагментировать. То есть, вот многие вещи, которые не являются, может быть, уникальными для данного проекта, они являются общими для, там, разных проектов, их вносить в отдельные документы. Вот, допустим, тот же самый BIM-стандарт организации, это обычно такой документ верхнего уровня, который позволяет вам пользоваться другими документами, второго и третьего уровня. И по-хорошему, да, в BIM-е надо вот всю эту вещь, там, с названиями уровней, ну, на самом деле, вот эти уровни, слои, это все такая достаточно сервисная тема, которая прикольная, она хороша, она позволяет более эффективно и хорошо построить проект, но она не является критической с точки зрения технических рисков, там, еще каких-то там сильно. Поэтому вот такие вещи хорошо выносить приложение, приложение делать отдельным документом, любую инструкцию делать отдельным документом, и тогда у вас получается, что документ BIM-либо BEP носит основную, там, чертенькую, цимусную, там, вещь, правильную, позволяет этот документ читать, в том числе, руководителю, потому что он не особо толстеет, его там можно прочитать, и он, тем не менее, позволяет вам являясь основным таким бегунком на вспомогательные документы, которые тоже определяют уже нюансы с точки зрения разработки, там, информационной модели, либо обмена, либо выгрузки, либо экспорта, ну и так далее. Вот, и это, то есть это, да, очень хорошая практика. Дмитрий правильно заметил. Дмитрий говорит, заказчик может продолжать проект, который был создан в конкретных версиях и программах, и чтобы было совместимо, надо гибче в этом месте. Да, но это выбор каждой проектной организации. Вот, то есть, ну, допустим, есть там крупные проектные организации, там, с именем или еще с чем-то, и крутой ты заказчик или нет, все равно, если ты, допустим, хочешь привлечь там данную организацию, то здесь нужно искать какой-то компромисс. Вот, тут, как бы, PIM всегда это вопрос взаимодействия людей, вопрос поиска компромисса, там, поиска общих точек. Вот, поэтому это такой интересный творческий процесс. В первую очередь, он связан с тем, что нам необходимо достигнуть конкретных целей бизнеса и проекта, и при этом у нас есть возможность использования информационного моделирования, информационных моделей. То есть, за счет PIM мы описываем, каким образом мы используем процесс информационного моделирования для достижения конкретных наших целей. вот собственно такие основные моменты наверное и должен содержать на наш взгляд план информационного моделирования либо БЕП. на этом наверное если вопросов больше нету мы будем завершать я постараюсь в течение этой недели подготовить какую-то раздаточку разослать всем, кто здесь принимал участие кстати наверное то есть ну если будет возможность напишите нам на адрес katsobaka.pss.spb.ru значит какие варианты с моделированием кабелей трубами рисовать их слишком трудозатратно для инженера Никита удар прямо в сердце тема электрики это вообще да отдельная тема вот если речь идет о ревите ну это краба то есть если вам нужно конкретно там рисовать это все дело получать кабельный журнал и в том числе основные вот шаблоны все заточены под это и в том числе там сейчас есть решение от шнайдера которая является надстройка на древит позволяет автоматизировать тоже процессы выполнение технической части там тоже короба здесь пока что какого-то определенного решения нет то есть вот у ревита есть родная родной способ расчета это по разнице x y z в ревите появилась возможность там 3d кабели корректировки ну то есть вот тут вопрос насколько вам необходима точность получения расчета этих кабелей если вы работаете в промке то по-любому то есть у вас выхода нет если работаете в жиле то возможно и там какие-то базовые функционалы ревита вас устроит так анна могли бы вы пожалуйста показать через табличку с настройкой fc значит с fc несколько моментов во-первых если речь идет о ревите обязательно скопируйте настройку настройку для определенной версии fc то есть запустим если у меня 19 ревит написать ревит fc 2019 и по первым ссылкам вы попадете в App Store Autodesk дело в том что сейчас это отдельная проект дополнения то есть у fc есть родной экспорт который появляется при установке программного продукта но мы рекомендуем установить еще разработку Autodesk но это как бы улучшение экспортера надо зайти под своим Autodesk ID она бесплатная качаете и в результате у вас появится так вот у меня стоит 20 20 у меня стоит здесь родной здесь настройка не установлена потому что если установим настройка скорее всего где-то версия еще должна мейкнуть а так настройки очень простые то есть если у вас это модель не обычно мы как делаем то есть в fc мы создаем вид Navisworks который содержит только геометрию которую мы хотим выгрузить там все ссылки отгружены отключены все копирование мониторинг весь отключен то есть именно чисто те модели те компоненты которые должны уйти и мы часто переключаемся на этот вид включаем параметры в сеансе здесь обычно оставляем по умолчанию только главное со стадиями нужно не накосячить чтобы по фильтру не ушли лишние компоненты а так значит дополнительно говорим что экспортировать только элементы показанные на виде экспортировать помещение обязательно ставим галочку экспортировать наборы характеристик Revit потому что по умолчанию их нет и вот все свойства которые у вас были в Revit они выдаются уровень детализации обычно низкая особенно если большие модели и в расширенных характеристиках если у вас используются части допустим вот вы многостойные стены применяете и вам нужно VFC чтобы отдельно материалы каждый слой выкинулся своим компонентом объемом ставите галочку экспорт деталей в качестве элементов здания желательно поставить сохранить FFC гайд вот эту функцию параметры элемента после экспорта это очень хорошая вещь которая вам при экспорте он уникальный идентификатор вписывает в компоненты в Revit и потом вы можете следить за ними как они изменяются сравнивать модели куда конкретная дверь переехала то есть у этих элементов появляется их конкретный уникальный идентификатор иногда нужно включить отметку FFC сайт локальный начало координата размещения площадки если у вас там общие координаты применяются ну вот мы как бы используем наверное в основном такие настройки вот на самом деле иногда бывают какие-то проблемы сложности с выгрузкой FFC и зачастую то есть для каждой ситуации ты подбираешь какой-то набор галочек который позволяет более-менее эффективно и качественно выгрузить то что необходимо главное в FFC что главное это координаты и главное чтобы все свойства которые вам нужны они перетекли в модель в формате FFC вот главное вот эти две вещи которые необходимо реализовать ну есть еще одна вещь если вы допустим используете солибри и там вам нужно какую-нибудь отделку помещений выгрузить еще из модели тут есть понятие границы пространств первый-второй уровень то есть вот в границах пространств помимо самой геометрии помещений он выглядит еще все так называемые заплатки boundaries которые это помещение сверху облепляются своими свойствами типа вот это boundaries от двери вот это от стены вот это от окна со своими свойствами и на самом деле вы их потом тоже можете выгружать использовать для выгрузок для анализа и так далее вот ну наверное наверное все значит у нас удивительно 100% слушателей продержалось до конца вебинара несмотря на мой скучный и монотонный голос вот спасибо вам большое за ваше время за то что вы присоединились к нашему к нашему общению вот в конце тоже и влюз век лик ой я могу так на фоне света да вот я желаю вам хорошего хорошей рабочей недели берегите себя вот будем всегда в контакте никакие невзгоды нас не остановят не остановят наши коммуникации общения вот поэтому желаю вам хорошего дня еще раз спасибо большое и всего доброго до свидания до свидания